уважаемые гости слушатели зрители неважно с каких платформ вы смотрите очередная серия подкаста цифра пикс сегодня мы поговорим про биай про визуализацию про аналитику данных и у нас в гостях сергей полехин сергей привет привет снова я у вас гостях снова у нас в гостях да но есть у нас рассказать о том что ты далеко не гость уже до в офисе пикс но мы это коснемся расскажи пожалуйста нашим слушателям про себя краткую информацию и начнем наш разговор спасибо что еще раз пригласили на мероприятие по-моему год назад общались ну в принципе за этот год с одной стороны за последнее время там много чего изменилось да если там ретроспективно смотреть то в общем то не особо не изменилось когда-то работал microsoft дальше работал в клике если говорить о том чем занимался в клике был руководителем группы архитекторов по россии снг ну собственно со всеми крупными заказчиками которые так или иначе используют клик приходилось общаться и в общем друг другу помогали они мне помогали понимать те задачи которые они решают а мы помогали их решать своей стороны ну а последний год действительно пронизан изменениями поскольку клик ушел в том числе своим офисом с территории снг вот ну а я собственно принял предложение присоединиться к команде пикса и на данный момент вхожу в роль владельца продукта пикс би ай вот ну собственно активно этими занимаюсь супер но слушай вот действительно год назад мы уже общались да к сожалению не со мной но в рамках до наших подкастов и тогда ты работал в клике и вот теперь мы очень рады кстати этому спасибо что присоединился к нам до завтра позаимно спасибо что пригласили да еще раз команду а что за этот год поменялось точки зрения би ай в целом да год назад еще был клик сейчас является ли это какой-то сейчас так называемым смутным временем в био и ничего не понятно или цвет конца туннеля есть и есть надежда на то что справимся и беззарубежных вендоров расскажи что поменялось мире био и за этот год если что-то конечно поменялось ну тут такой очень многопланный вопрос мы там будем периодически не возвращаться просто попробую дать в виде нескольких срезов они в общем независимо они просто наслаиваются друг на друга несколько слоев ну первое в принципе особо ничего не поменялось в том смысле что западные вендоры живут как западные вендоры российские вендоры на рынке но только увеличивается их количество то есть продолжается попытки различных юрлиц вливаться в идею давайте сделаем био и свой собственным россии не обсуждаем их решения и почему они это делают но тем не менее как факт понятно что по-прежнему ну с моей колокольни российские инструменты являются догоняющими в том смысле что ну просто невозможно физически там за два и даже три года сделать то что люди делали там несколько лет 8-10 лет они на некоторые как бы и дольше да и даже смотря на существующие продукты и функционал понятно что приходится не просто копировать это все да а переосмыслять потому что ну понятно что если ты будешь просто копировать лидеры тоже будут уходить вперед и на момент когда ты сделаешь даже классную копию до возникнет вопрос что то что то скопировал поэтому естественно процессе переосмысления приходится задумываться что копировать если копируют а что не стоит копировать потому что соответствующие вендоры уже тоже от своих идей там постепенно в режиме сделанных в режиме прототипирования отказываются и меняется диалоги и в этом на самом деле наш плюс в этом смысле быть всегда первым на рынке всегда тяжелее на потому что вынужден что-то постоянно изобретать быть на вторых ролях до какого-то момента муском так проще на в том смысле что ты можешь смотреть как люди идут как на это реагировать заказчики насколько это помогает не помогает делать выводы развивать это дальше это вторая часть ответ на вопрос третья часть заключается в попытке понять что вообще происходит сейчас на рынке на счет буду как говорить больше там право российские веки для меня как раньше было интересно наблюдать но раньше наблюдал этой западного вендора а сейчас наблюдаю из российского вендора и это на самом деле на мой взгляд нашим преимуществом я имею ду пикса является что как раньше так и сейчас на рынке би в общем мало кто понимает я имею ввиду не заказчиков а мало кто из вот тех вот там более 90 уже по моему там производителей би российского мало кто понимает ну как бы детальный смысл от того почему те или иные западные вендоры развивают свои продукты по тем или иным как бы стратегическим направлением потому что если к путь как мы совершенно поглубже нежели чем на поверхностном не говорить просто визуализациях там еще таких таких ширпотребовских вещах о смыслах да то на самом деле очень четко видно что различные западные вендоры ну ты запомянутых которые до недавнего времени там индивидуально находились в квадранте лидеров картнера клик там орби этом и табло они все идут тремя разными направлениями каждый считает что он как бы идет правильно дальше вопрос просто понимаешь ли ты эту стратегию там ну к примеру да не не тратя время на всех но в качестве примера там microsoft например да мало кто понимает что например microsoft выпускает свой продукт пытаясь его всяческими способами интегрировать с экселем на имею думал без экселем там можно задавать вопрос что первые появилось что позже но мало кто себе задает вопрос а нужно ли копировать эту модель судя потому что сейчас происходит например на рынке то что я вижу среди ряда российских разработчиков би и люди не задумываются об этом и начинают просто копировать эту модель но если microsoft всегда делал excel как клиент в том числе для power bi и для облачного там или для он примесного потому что это был я имею ввиду excel его же продукт да и с точки зрения монетизации microsoft всегда говорил ребята ну нам неважно с чем монетизацию получать из облака да из power bi или из excel и главное чтобы оставались на нашей платформе то для меня сейчас с некое удивление вызывает когда ряд разработчиков би и платформ российскими да то ли они не понимают этой ситуации то ли они это видят как-то по-другому но я это притирую именно как не понимают ситуацию они пытаются в свои продукты делать прямую интеграцию с экселем позволяя пользователям просто выгружать данные в excel и дальше в экселе с ними что-то делать на то есть фактически тем самым признавая косвенно что они в своем инструменте не смогли предоставить пользователю законченный некий функционал которым не можно решать задачи его ради которой это бралась и они по сути говорят ну слушайте но у нас не получилось поэтому как вы привыкли как бы скидываете это все в экселе дальше нам это все творите и при этом не только теряют пользователя которые потенциально мог стать пользователем их инструмента но еще и теряют понимание того а что же пользователь реально делает с данными потому что как только они позволили уйти в экселе значит вы потеряли представление о том чем реально работает пользователь поэтому то что я сейчас вижу да придя из западных вендоров и не ставить задачу копировать продукты но как бы имея вот это вот видение того как реально заказчики использовали продукты и под подо что они целились и подо что сейчас целится я считаю что мы можем и уже выстраиваем стратегию того что в нашем продукте должна быть реализована реализованный некий набор идей которые сейчас не видны остальным вендорам на российском рынке понятно что на это нужно время но я считаю что вот этим нашим ноу-хау является как раз понимание этого да и благодаря тому что в нашей команде есть достаточно большое количество людей из западных вендоров которые скажем так обладает вот этим ноу-хау да и этой экспертизой я считаю что у нас как-то все впереди и мы сможем это осилить интересную вещь затронул какие-то ноу-хау да и ну ты владелец продукта да то есть принципе продукт это ты а ты это продукт понятно что работа огромная команда и все молодцы конечно да но все равно владельцы продукты судят по его продукту расскажи пожалуйста про пикс бей чем живет пикс бей сейчас какие планы на будущее уши ну пикс бей я бы так сказал не вдаваясь в подробности даже не раскрывать внутренних секретов живет очень активно большая группа разработки что в общем позволяет мне с уверенностью говорить то что ресурсов у нас будет хватать как бы на большинство тех вещей которые мы анонсируем наши дорожной карте но еще плюс может быть на какие-то дополнительные с другой стороны я четко осознаю и ну скажем так пытаюсь не кривить душой и перед собой перед заказчиками да что в работе особенно с крупными заказчиками важно не столько выпуск выпуск очень быстрых каких-то новых функциональных возможностей хотя это естественно нужно там и заказчики стеснены какими-то сроками у каждого не происходит из своих причин в том числе и если касаться российской федерации да то мы знаем что нас есть закон требующий импортозаместиться до какому-то определенному времени это все понятно но обычно ну то что я сейчас наблюдаю ситуацию с рядом производителей производители пытаются выпускать новые фишки на в году как бы сканта к известности до конъюнктуры и больше известности наслышанности на рынке и когда речь идет о работе с крупными заказчиками я к этому отношусь с пониманием с одной стороны с другой стороны другая сторона этого понимания заключается в том что крупные заказчики они не не рождаются сразу да и не умирают сразу во многих заказчиках сменяются поколения как правило более того можно констатировать что со сменой поколений там управленцев людей там и так далее и инструменты в том числе меняются да поэтому я отношусь к этому абсолютно спокойно в том смысле что не нужно пытаться успеть да вот как бы за каждым убегающим поездом и для крупных заказчиков важнее там не огромное количество фишек да то есть понятно что есть некий минимальный комплект функционала который они будут рассматривать или не будут рассматривать для решения своей задачи но если мы говорим что ты реализовал минимальный комплект функционала и дальше возникает вопрос что бежать разрабатывать кучу новых фишек или обеспечивать стабильность и понятность работы да то я вот как бы за эту стабильность и понятность работы именно вот с этими приоритетами мы в том числе там сейчас активно работаем в нашем продукте в пиксбе ну вот как то так ну что затронул очень классную тему про клиентов их обратную связь и так далее а вот есть много фреймворков которые ну там много названий из набора английских букв до которые шифровываются всегда очень интересно и классно но все они строят в руках одного узнай боли клиента да пойми как ты можем помочь там реши их и выходи там ну самый известный маркет фит да когда мы говорим что мы решаем текущую боль клиента и таким образом формируем классный продукт но при этом я вспоминаю слова генри форда до который говорит если бы я проводил интервью но это так немножко современным языком да но смысл такой себе я разговаривал с пользователями спросил что же вам нужно чтобы максимально быстро и комфортно перемещаться они бы ответили мне нужна лошадь и запас корма на два года до поэтому тут такой вопрос насколько пользователи уважаемые пользователи нас очень любим насколько пользователи важны и насколько важно их слушать потому что ты вот затронул вещь вот очень классный пример с экселем да и люди просто привыкли к чему-то да или прочитали какое-то исследование гартнера не понимая вообще ну к чему это привязаны и как мы хотим это не понимаю как это будет работать сложный вопрос но все равно насколько важно слушать пользователей насколько важно строить свою дорожную карту толкивать от их желания или все-таки довериться себе команде и пониманию рынка и уже предлагать пользователям готовый функционал надеюсь что они не понимают что им нужно на самом деле слушай на самом деле все вместе да я просто попытаюсь разложить это как вот в некую схемку да как она у меня в голове первое очевидно что нужно слушать да ну потому что как минимум пытаясь понять вообще с чего тебе говорит человек и задавая наводящий вопрос в попытке понять не столько то что он тебе говорит а задавая еще на шаг глубже вопрос попытки понять а что он о чем он думал задавая этот вопрос то есть вообще откуда вопрос этот родился и почему он его так формулирует да ты зачастую ну как бы узнаешь ту самую реальную проблематику ну как психолог условно говоря да тем говорят у меня там что-то болит да а ты там пытаешься выяснить откуда появилась боль может быть она там порождена совершенно не там ударом да в какое-то место которое виде боли чувствует человек родилась когда-то давно поэтому слушать безусловно надо и я здесь придерживаюсь очень такой четкой позиции в том смысле что когда тебе говорят мы хотели бы вот это да я обычно там задаю вопрос вы вот это хотели и хотите потому что вы это а придумали себе в голове вам кажется что это здорово вы это где-то уже видели у кого-то или вы это уже на чем-то пытались реализовать да то есть я пытаюсь понять собственно а насколько ожидание заказчика от реализации этого функционала в нашем инструменте ну у него уже сформированы в какое-то готовое видение кто-то говорит что да мы уже что-то пробуем да какие-то обходные пути потому что для нас это была реально проблема мы не нашли инструментов и даже какие-то там временные решения вот для этого попытались поэтому сделать но чаще всего то что я вижу люди смотрят на какие-то продукты на какой-то функционал естественно со своей колокольни а дальше начинается измышление на тему они говорят вот мы что-то подобное видели нам кажется что это применимо может быть к нашей задаче поэтому вот сделайте вот что-то похожее да и если я ну как бы встречаюсь такой ситуации я естественно обычно заказчикам говорю слушайте давайте как бы мы пытаемся найти ситуацию которая принесет нам пользу обоим да то есть мы готовы поработать с вами и реализовать этот функционал но от вас поскольку вы же его просит мы хотим чтобы вы тоже выполнили свою часть работы и получив в итоге готовы от нас функционал дали бы нам как можно больше в вводных деталей с в том смысле что далее осмысление тому почему вы хотите именно так да они как-то по-другому а если там ответили например на элементарный вопрос а что будет если мы этот функционал не реализуем к какому-то времени да и реализуем немножко по-другому да то есть насколько для вас это важно а если заказчик вместе с нами начинает задумываться вот над этими вопросами то по факту выясняется что он сам и это много таких примеров на самом деле есть уже и в пиксе такое есть да что заказчик задавая себе эти вопросы сам говорит о отчета я об этом не подумал да а вот здесь вот это надо учесть а вот это вот вообще выкинуть зачем я сюда это вообще приплел да и начинается на самом деле плотная работа и фактически это такое получается объединение усилий тебя как человека который развивает продукт да и знание того в каких уже направлениях он развивается никаких стратегий которые у тебя есть голове и с другой стороны понимание заказчика в смысле действительно проблем для него зон потому что достаточно часто бывают ситуации когда он говорит ну да спасибо что ты лишний раз мне задал эти провокационные вопросы а я тут подумал и понял что ну все таки у меня есть более важные задачи и это хотелось бы иметь но я не готов сейчас складываться например ресурсами я если ты мне условно говоря даже эту фишку сделаешь да то я не готов буду тебя и укупить дополнительный функционал поэтому подытоживая слушать надо да да но слушать как я говорю вдумчиво да и не стесняться просто заказчика наводить на мысль на то что работа над новым функционалом это совместная работа мы готовы как бы разрабатывать этот функционал но если он хочет чтобы этот функционал был максимально полезен для него значит он должен постараться описать вот эту пользу в максимальной детализации так как он как бы для себя ее видит такой небольшой провокационный вопрос к тебе да вот представь ситуацию что приходит текут заказчик да очень крупный огромный и так далее и говорить тебе сергей мне очень нужен какой-то функционал описывает функционал даже понятно да вот в этом и ты поймешь что полная ерунда вообще то есть она не нужна ни ему никому больше вообще да но при этом клиент просто вот сумку денег на стол кладет да и говорит но я плачу делаю что я говорю на твой взгляд как вот с такой дилеммой да лучше остаться верным себе искать слушайте ну мы можем это сейчас реализовать но не будем потому что мы не верим в то что функционал вообще нужен или довериться популярному правил за деньги да клиент платит значит мы танцуем вот у тебя такая позиция на это слушай у меня позиция здесь достаточно четкая достаточно просто на мой взгляд реализуется с учетом модели того как работает сам пикс пикс же находится в позиции вендора то есть разработчика некого продукта да который имеет некую типовую до для большинства заказчиков функциональность и при этом понятно что усовершенствует продукт в каких-то направлениях разрабатывая новый функционал но только если этот функционал востребован не одним заказчиком заказчиков с другой стороны у нас есть партнерская сеть это собственно те компании как раз которые отвечают за выполнение работ совместно с заказчиком да то есть на основе там в том числе нашего продукта и собственной экспертизы и конкретных пожеланий заказчика выстраивают уже законченные решения я считаю что вот такой запрос как ты проговорил очень хорошо укладывается именно в партнерскую схему на когда заказчик выходит на нас озвучивает какую-то идею там может быть как бы и с деньгами то есть мы понимаем что у него есть ресурсы на решение проблем так как он ее видит и дальше вместе с ним и с партнером да мы оцениваем а как это можно было бы реализовать если со своей колокольни стратегии развития этого продукта мы понимаем что то как эта задача сформулирована может быть полезно не только этому заказчику или может быть переработано в каком-то виде и в этом случае в переработанном виде она может быть полезно не только этому заказчику да то безусловно my можем включить в состав нашего продукта на какую-то перспективу если опять же по срокам это устроить заказчику�山 на new gunda в свою ограничения если мы не попадаем вот эту схему да и мы понимаем что либо заказчику нужно быстрее чим это можем сделать мы в своем продукте либо мы понимаем что он просто не попадают нашу схему потому что ну как бы стратегия у нас немножко другая то если он по-прежнему имеет ресурсы и желание решать свою проблему, это означает, что ее может решить партнер в качестве той самой заказной разработки и сказать, уважаемый заказчик, если ты готов, мы за понятные деньги в понятные сроки именно под тебя это сделаем. Какие риски, мы должны все прекрасно понимать, любая заказная разработка несет в себе определенные риски, я сейчас не буду просто разговаривать, но тем самым мы можем находить тот самый баланс, когда мы не делаем из нашего продукта проект под одного заказчика или под трех заказчиков, остальные потом смотрят на слоника с кучей хоботов и задают вопрос, зачем нам все эти хоботы, у слона он должен быть один. А с другой стороны удовлетворять пожелания заказчиков. Спасибо, вопрос у меня такой, ты вот пришел в компанию Пикс, владелец продукта, не сразу, то есть уже была сформирована команда, какой-то подход и так далее, ну и такой навигацией любого, развития любого продукта является дорожная карта. Вот на твой взгляд, когда ты пришел и ознакомился с дорожной картой, я понимаю, что процесс на самом деле вообще не быстрый, ты скорее всего еще в процессе понимания, что же там наворотили до тебя, но вот на твой взгляд сейчас, что в дорожной карте нужно убрать, что там лишнее, если такое есть, а что наоборот нужно добавить, чего там не было, если опять же такое там есть. Ну, я в общем опишу это, потому что там двигаться по отдельным там фишечкам, да, которые описаны на данной дорожной карте, ну просто бессмысленно, большинству собеседников они там только утомят. Я бы так сказал, то, что я вижу сейчас в дорожной карте не хватает, ну в моем понимании, как я это вижу, некого такого стратегического взгляда, то есть не столько описания там индивидуальных фишек, привязанных к выпуску конкретным срокам, сколько более общего и системного описания для заказчиков, куда мы стремимся, да, то есть почему мы наш продукт выстраиваем, в том числе из набора вот этих вот фишечек, да, то есть в дорожной карте должна быть нарисована некая схема, как оно должно быть в виде схемы всего цельного продукта. Понятно, что мы к этой схеме тоже идем и будем еще идти на протяжении там достаточно длительного времени, но тем не менее вот как бы этой схемы не достает. Соответственно, если появится вот эта вот схема некой видения, которая, пообщавшись с нашими заказчиками, будет разделяема этими заказчиками, они будут понимать, что то, куда мы двигаемся стратегически, естественно, детализируя это, да, что наша стратегическая схема развития соответствует их ожиданиям и их стратегии развития, то дальше ее можно будет детализировать на вот эти вот фишечки, а может быть и не детализировать, да, то есть в принципе с точки зрения roadmap я подхожу к нему не столько с точки зрения навалить в список как бы функционала, да, который мы там думаем разрабатывать, какие-то функции там или какие-то компоненты, сколько получить конву и возможность обсуждения ожидаемого функционала и сопоставления его со сроками, да, и со стратегией заказчика именно для обсуждения с заказчиком. Потому что если, начиная вот как бы с системы полагающей каких-то вещей, мы видим, что заказчик подтверждает, да, это направление развития, то дальше с каждым заказчиком можно уже более детально обсуждать, какие конкретные фишечки, да, какой конкретный функционал и почему для решения конкретных каких-то задач, завязанных на какие-то проекты, ему нужен определенный какой-то промежуток времени. Вот мне бы хотелось перейти именно вот к такой стратегии. Поэтому с одной стороны, да, мы будем постепенно сейчас переделывать дорожную карту, создавая в ней вот тут некую системность, да, обобщая это и давая более стратегическое видение, к чему мы стремимся. С другой стороны, будем по каким-то вещам снижать вот эту детализацию, да, и давать меньшую привязку ко времени, поскольку и сейчас по факту это очевидно, и это не является секретом, это просто рынок видит, да, что у любых разработчиков, которые достаточно интенсивно разрабатывают продукт, понятно, что меняются приоритеты, да, какие-то, как мы уже говорили, функциональности уходят на более поздний план, да, какие-то выходят из дорожной карты, и поэтому я не считаю там нужным соревноваться с другими вендорами, тем, кто больше фишек запихнет в дорожную карту и кто их еще запихнет в более короткие какие-то сроки, да. Уйти хочется вот такого соревнования на бумажках. Слушай, спасибо тебе за ответ. Я до этого, до того, как пришел в PIX, тоже работал в западном вендоре в компании BluePrize, и что я там увидел, что в процессе своего развития, там компании уже больше 20 лет, вот, они активно использовали и коммуницировали с так называемыми технологическими партнерами, да, и причем я видел это с двух сторон, я видел компании, которые построены были только на, ну, так сказать, дополнении, либо помощи компании BluePrize, и потом они либо реально развивались там в большие сервисы с собственным денежным потоком, либо потом их BluePrize, собственно, и покупали, да, и таким образом за эти 20 лет портфолио продуктов, ну, или модулей, да, решение, оно существенно расширилось в большинстве случаев за счет вот таких технологических партнеров. Что ты думаешь про технологические партнерства, и как обстоят дела с технологическими партнерствами в PIX и в продукте PIXBI? Слушай, ну, на самом деле, это, опять же, не секрет, да, западные вендоры, которые раньше в этом смысле начали организовать вот такие вендорские схемы на рынке, да, уже схема отработанная, да, и там как раз очень четко делится базовый функционал некий, да, ядро, которое разрабатывает вендор, да, и делает его тиражируемым на большое количество заказчиков и несет с этого свою выгоду, да, а партнеры, собственно, создают либо какие-то нишевые решения, да, либо выполняют какую-то кастомизацию, да, ну, то есть они находятся всегда, их всегда больше, да, чем людей у вендора, они всегда ближе находятся к непосредственно заказчику, по идее, с точки зрения модели должны, скажем так, лучше чувствовать заказчика в силу того, что и чаще с ним общаться и погружаться в его проблематику, да, вот, поэтому здесь схема абсолютно такая же, я считаю, что как раз те партнеры, которые, увидев ценность нашего продукта, да, и понимая, что сократив свои накладные расходы, да, то есть не делая кастомную разработку для каждого заказчика, да, который просит там ему сделать что-то в виде BI, да, а понимая, что значительное количество своей работы они могут сократить за счет сокращения расходов там на кастомную разработку, поддержку, тестирование этого кода и будут видеть этот базовый функционал в виде нашего продукта, в виде ядра своего решения, дальше они его будут наращивать уже под конкретных заказчиков, развивая этих заказчиков в целевых тех сценариях, которые нужны иметь именно заказчикам, поэтому в моем понимании мы полностью укладываемся вот эту схему, во всяком случае мы к ней стремимся. Слушай, ну а вот ты как владелец продукта, вот как именно ты, ну понятно, под тобой имею в виду команду, да, ну ты как некий такой фронтир, вот, как ты можешь помочь вообще в целом партнерской сети PIX, какие вопросы ты хочешь, чтобы партнеры тебе задавали, ты с удовольствием на них отвечаешь, а какой функционал, наверное, или даже какая работа, ты считаешь, что это, там, ну, не твое дело, как владельца продукта, а больше относится, там, к коммерции, к маркетингу, ну и так далее. Ну, такой сложный вопрос, на самом деле, я бы сказал так, хочу я этого или не хочу, да, но мне нужно быть в курсе всего того, что ты описал, да, там, может быть, не во все ввязываться, да, то есть не означает, что самому все нужно делать, но очевидно, что руку держать на пульсе нужно вот у всех тех вещей, которые ты сказал, и это, на самом деле, отчасти пересекается с тем вопросом, который ты до этого задавал по поводу того, нужно ли слушать только заказчиков и разрабатывать продукты в соответствии с тем, как они тебя просят, да, или нужно у них формировать некое видение, да, на самом деле, вот то, что хотелось бы дать партнерам, и то, над чем мы уже работаем, да, и еще будем продолжать работать, это давать вот то самое видение, которое отчасти есть у конкретных сотрудников, да, которые работают в Пикси, которые пришли в том числе из западных вендоров, и это видение формируется не потому, что западные вендоры или там не российские, или российские вендоры, а ровно потому, что, как правило, западные вендоры работали на более широкий рынок мировой, да, и была возможность посмотреть на чуть-чуть шире, на многообразие сценариев использования в самых разных заказчиков тех или иных продуктов. К сожалению, на российском рынке он сам поменьше, да, поэтому такого разнообразия здесь, в принципе, не было, да, и в этом смысле наше преимущество в том, что, имея вот это вот видение, да, того, как развивались рынки в разных направлениях с разными программными продуктами, и понимая четко видение того, как развивается EBI, да, и даже понимая, почему он так развивается, да, мы, собственно, это видение и привносим в развитие нашего продукта, и это видение точно так же постепенно передаем нашим партнерам. Причем, в моем понимании, нашим преимуществом должно быть то, что мы это видение формируем с неким таким опережением, да, чтобы, с одной стороны, партнеры понимали, что, да, там, продукт, естественно, разрабатывается постепенно и невозможно, как мы уже говорили, сделать все сразу, да, но у них было понимание того, что есть сейчас, они это видели в продукте, и, с другой стороны, они понимали, куда дальше будем идти, да, это вот к вопросу о том, что если там, например, будет приходить какой-то очередной заказчик и говорит, слушайте, ну, я вот там крутой в том смысле, что у меня есть много денег даже, да, чтобы они зачастую, понимая уже упреждающую стратегию развития продукта, уже, в принципе, могли с этим заказчиком обсуждать и говорить, слушай, ну, как бы, хотеть ты можешь чего угодно, да, но вот мы тебе можем предложить на этом продукте немножко другой способ решения этой задачи, да, потому что вот, как бы, есть продукт, который будет развиваться вот туда. Если ты будешь настаивать, что тебе нужно вот именно так, как ты хочешь, да, ну, мы перейдем к вопросу кастомной разработки, да, а если ты все-таки готов все-таки нас послушать, да, послушать наш опыт, если по необходимости мы привлечем вендора, которые, собственно, более четко изложат свою картинку, почему именно такой тиражируемый широко вариант целесообразнее использовать, да, то, ну, собственно, мы тебе сделаем быстрее, это будет проще, да, и там потребует у тебя меньший затрат. Ну, когда так. То есть ключевая вещь – это вот помощь в формировании вот того самого видения, с которым партнеры будут не столько приходить и продавать лицензии, да, как таковые там, как коробочки распихивать, да, а будут понимать, куда движется история, условно говоря, да, и приходя к заказчику и обсуждая с заказчиком его проблематики, обсуждать ее не в категориях «мы тут сейчас лицензии тебе напродаем, да, и вот ты там что-то будешь делать», да, а формировать в свою вместе с заказчиком некую такую историю движения, собственно, к решению его проблематики, не только вот как бы сииминутной, да, но и там на какую-то полежащую перспективу. — Скажи такую вещь, вот ты являешься владельцем продукта, да, и вот я замечаю на рынке, ну, на отечественном точно, да, есть такая тенденция, что вот в должности владелец продукта, менеджер продукта, да, сейчас уже гораздо меньше, но все равно project-менеджер, да, которого тоже почему-то в продукт надо запихивать, они все вот в каждой компании по-своему интерпретируются, да. Давай, наверное, не будем сейчас давать какие-то стандарты, потому что найдутся миллионы людей, которые скажут, да нет, это задача точно продакт-менеджера, да, продакт-другой человек, кто скажет, это вообще директор продукта называется, а все остальные — это просто обслуживающий персонал, да. А вот сконцентрируемся на твоей позиции в компании PIX. Вот что ты, как владелец продукта, должен делать, да, и делаешь, а что, наоборот, не является твоей задачей, ну, в рамках продукта, само собой. Слушай, ну, по поводу терминологии, откуда рождаются вот эти вот все там кучи терминов, да, понятно, что они рождаются из разных фреймворков, да, там, рождаются как название ролей, да, вот этих зоноответственности. Если говорить там о этой роли, попытаться сказать в терминологии на русском языке, да, мне ближе идея, там, владельца продукта, да, потому что на русском языке владелец — это то, чем ты, как бы, владеешь, ну, как правило, там ассоциируется, скорее, с деньгами, даже собственностью некой, да, ведь на самом деле это не об этом. Вот, а у меня больше ассоциируется с термином «главный конструктор», да, то есть это некий человек, который за счет собственного опыта, да, понимания рынка во всех тех вещах, которые обсуждали, того, чем живут партнеры, того, чем живут заказчики, приоритета того, куда развивается страна, да, исходя из этого точно так же и заказчики под это подстраиваются, там, и так далее, ну, то есть в целом знание ситуации, да, он разрабатывает стратегию развития продукта, да, и эта стратегия уже дальше раскладывается, там, в несколько уровней, там, функциональные, технологические, там, ну, и так далее, да, поэтому вот все, что связано со сбором информации, которая может быть использована для принятия решения того, куда развивается продукт, на каких технологиях, там, и так далее, Это входит в мою зону ответственности. Все, что связано с вопросами, например, тиражирования этого продукта, в смысле вывода на рынок, например, продаж уже в конкретно заказчиках, это скорее уже опосредованные функции. Понятно, что там точно так же сотрудники отделов продаж и партнеров, и нас как вендоры привлекают и будут привлекать меня для раскрытия неких ноу-хау, для ключевых заказчиков чуть-чуть раньше, чем об этом узнает весь рынок. Или обсуждение с ними того функционала, который они хотели бы увидеть в какой-то перспективе в нашем продукте. Но если говорить именно о самом процессе продаж, то моя задача будет вместе с сотрудниками отдела продаж выстраивание некого английского фреймворка, то есть некого сообщения в рынок по тому функционалу и по тем функциональным направлениям, по которым продукт будет развиваться и уже имеет наибольшую силу. А дальше вот этот вопрос тиражирования, это, естественно, вопрос именно уже сотрудников отдела продаж. То есть моя задача как раз сделать им этот фреймворк, и, собственно, затем отслеживать, насколько его нужно корректировать, исходя из того, как происходит работа в рамках этого фреймворка. Мне, кстати, очень понравилась фраза твоя про главного конструктора. Мне очень нравятся такие названия, даже там целенаправленно R&D называю не окром. Мне кажется, что это прям вот как-то больше отражает суть, чем те слова, которым позаимствовали. Поэтому я это на себе на... Ну, в этом смысле русский язык гораздо богаче по смыслу. Он может быть более многообразен в смысле количества слов, но смыслы как раз этими многообразиями слов передаются гораздо более точно, чем попытка простого перевода, владелец продукта, менеджер продукта. Кто у нас сейчас не менеджер? Это правда, да. Слушай, я с тобой согласен, нужно вообще подумать и потихоньку, мне кажется, начинать с себя и вообще ввести название должностей у нас, такие нормальные, которые реально отражают, что происходит. И вот главный конструктор я прям точно себе запишу. Вот, ну, чуть поверну вопрос. Я знаю, что ты находишься и живешь в Питере, в Санкт-Петербурге. Спасибо огромное, что уделил время, нашел возможность приехать к нам. Но, на твой взгляд, мешает ли вообще удаленная работа, давай так, наверное, в целом, да, и в частности про тебя. Понятно, что если мы говорим про каких-то разработчиков, не в обиду разработчикам, да, но это люди, которые там большую часть времени сидят и просто, там, выполняют некое ремесло, очень важное и нужное без проблем. Да, но твоя все-таки должность, а главный конструктор подразумевает и управление с людьми, и общение как с руководителями, которые там, да, перед тобой стоят заказчиками, там, с подчиненными, со смежными департаментами. Вот твое удаленное местоположение, да, и то, что ты базируешься в Санкт-Петербурге, основной наш офис находится в Москве, как-то тебе мешает? Или ты считаешь, что в современных реалиях, уже это абсолютно неважно, коронавирус всех научил, и ты можешь хоть на Бали, или, я не знаю, в Антарктиде находиться, и все равно качество твоей работы от этого страдать не будет? — Тоже такой очень многоплановый вопрос, тоже разобью его на несколько слоев. Сразу о том, собственно, там, ковид-не ковид, да, когда пришло это сознание. Ну, для меня, и там, для людей, которые там часто со мной и долго работают, не секрет, что я уже последние 25 лет работаю в удаленном режиме, да. При этом это не говорит, что я сижу там дома и общаюсь в конфколах, хотя и 25 лет назад это такое было. Но точно так же люди знают, что там я себе там ставил в свое время там рекорды, не желая их достигать, но просто по факту там были годы, когда там 120 дней в году проводил в командировках. Вот, поэтому я подхожу к этому, стараюсь подходить более гибко, в том смысле, что если я понимаю, что для решения каких-то задач, не знаю, там, для более эффективного там взаимодействия в рамках там продуктовой группы, например, мы разрабатываем какой-то новый функционал и требуется поштормить мозгами, да, по проблеме штормить, что называется, да. Удаленно это просто делать сложно, да, ну, потому что не хватает той самой энергетики, ее не передашь там через камеру, через микрофон. Поэтому лучше приехать, да, и, собственно, в каком-то комнате собраться, сконцентрироваться и, собственно, провести необходимое обсуждение. Если это касается каких-то конфколов, да, или каких-то встреч там с заказчиками, с продуктовой группой, и это касается работы в рамках, всем понятно, выстроенных процессов, да, то, собственно, не обязательно находиться в офисе, да, важно лишь, чтобы просто люди понимали, как задачи ставятся, да, как они будут оцениваться, и понимали, что сам процесс выполнения, не только результат, но и процесс выполнения тоже контролируется, да. И в этом случае все люди настраиваются там на выполнение работ в определенном ритме и там дают нужный результат. Поэтому я считаю, что мне это в работе не мешает, да, я со своей стороны стараюсь быть настолько мобильным, насколько это возможно, при этом у меня нет цели там сидеть в командировках, да, или наоборот полностью не вылезать из дома, да. Моя вся предыдущая, я говорю, 25-летняя перед этим практика работы показала, что нужно быть просто гибким. Ну, знаешь, я вот это все добавлю, что мне кажется, больше зависит от человека, да, вот это вот всех по одну гребенку, что мы все ходим в офис, нет, мы все удаленки, да, и так далее. Это не совсем правда. Есть люди, которые гораздо лучше работают из дома и вот огромное количество причин, да, зачем мне полтора часа куда-то ехать, да, ну, учитывая, что в мегаполисе дорога вообще очень долго занимает. Я лучше это время поработаю либо посплю, мне кажется, не то и то очень хорошо, да, но с другой стороны, я вот могу по себе сказать, что в офисе решается все быстрее, потому что я иду, не знаю, к офисе налить, в этот момент я встречаю трех людей, и мы там, да, на ногах за минуту обсудили то, что потребовалось бы, там, трехчасовые колы с ними. Вот, да, но в обратную сторону, там, точно так же, это все зависит просто от выстроенной культуры, да, там, красивыми словами говоря, да, ну, привычек и поведения людей, да, потому что точно так же, находясь в офисе, если привычки выстроены неправильно, и люди видят, а, вот он сидит там за рабочем месте, значит, он здесь присутствует, значит, его можно подойти, похлопать там и отвлечь от того, чем он занимается, да, это на самом деле начинает, может начинать вредить, да. То есть главное, чтобы те люди, с которыми, там, там, не знаю, в курилке, на кухне, там, или где-то встречаешься, чтобы они собирались одинаково и одинаково понимали, что они с одинаковой целью сейчас проводят это время, да, как точно так же понимали, что если человек сидит и выполняет какую-то работу, это не означает, что там его можно там похлопать по плечу, ровно потому, что ты его увидел, да, и как бы это ни казалось какой-то там чересчур рутинный, да, или чересчур, там, как это правильно сказать, за нудной операционной деятельностью, да, может быть лучше ему в календаре бросить приглашение, посмотреть, насколько он свободен в это время, да, и как раз с ним там пообщаться, ну, он к этому моменту подготовится, он отойдет от предыдущей задачи, да, и сможет полностью переключиться на решение вопросов с тобой. А полностью, полностью с тобой согласен, ну, вы знаете, что много сейчас говорил про задачи, которые ставятся, смотрите, смотришь, как они выполняются, да, понятный прозрачный механизм, но приоткрыть немножко нам тайну, да, у тебя тоже есть руководители, да, и понятно, что ты как главный инженер, я не буду оставаться повторять это слово, вот, главный конструктор даже, вот, ну, все равно у тебя есть задачи перед, там, руководством, у тебя есть задачи перед собственниками, если они есть, да, раскрой, чуть-чуть приоткрой, да, какого плана-то задачи ставить, ставить эти какие-нибудь конкретные сроки и понятные там результаты, или это больше было такое общее направление, задача направления и общее видение, вот, как у тебя персонально, да, ну, в профессиональном плане были договоренности, когда ты приходил на работу? Слушай, ну, некоторые вещи просто являются ноу-хау, их просто нельзя проговаривать, да, поскольку они, часть, являются внутренней информацией, а если в целом, то, то, как это сейчас, во всяком случае, происходит, и то, как это подтверждается в моей работе, поскольку я не так давно, да, вступил в Риды Пикс, я это именно оцениваю, вот, то, ровно, как я сказал, как должность, там, главного конструктора, да, то есть человека, который отвечает за выпуск продукта, который можно тиражировать, да, и тиражировать, в смысле, на большое количество заказчиков, на большое количество пользователей внутри этих заказчиков, да. Собственно, моя задача организовать работу таким образом, чтобы у нас появился продукт, именно во всех смыслах этого слова, и развивался продукт, да, которые смогут доноситься до конечного потребителя, ну, и в том числе, и, собственно, разработка, участие в стратегии разработки того, как этот продукт будет продвигаться, да, то есть это дорога с двунаправленным движением, с одной стороны, мы слушаем рынок и пытаемся то, что мы говорили с тобой, понять, что хочет рынок, да, в какие сроки хочет, а с другой стороны, это и формирование своего собственного видения, то есть отдача обратно в рынок, некого упреждающего стратегическое видение, куда будет развиваться продукт, куда развиваются технологии, и направление заказчиков на работу в рамках вот того опыта, которым ты обобщаешь работу с уже существующими твоими клиентами, да, где ты его и накопил. Слушай, давай, может быть, поговорим немножко о технике, вот, можешь рассказать про именно Pixbi, именно про движок Pixbi, есть ли там что-то уникальное, есть ли какой-то ноу-хау, или как наши зависливые конкуренты любят говорить, да, ребята просто взяли клик скопировать, вот у меня, конечно, вопрос, если так просто можно взять и скопировать лидера рынка, да, что же вы-то не скопировали, ну, ладно, есть ли какие-то ноу-хау в движке Pixbi, что-то новое, или это просто копирование топового западного решения? Как бы правильнее ответить на этот вопрос. Уже говорил, что, в принципе, некоторые вещи, да, они копируются, да, я для себя, если я так правильнее так сказать, для себя, да, я не ставлю целью скопировать клик, да, или там целью скопировать Power BI, там, или Tableau, хотя бы ровно из-за того, что понимаю четко, да, и более того, в свое время, когда работал в клике, для любых заказчиков я очень четко расписывал, собственно, почему они по-разному, да, то есть там, сейчас не буду раскрывать секрет конкурентам, да, поскольку это тоже, я считаю, что наша сильная сторона знания этого, да, как это можно делать, и, собственно, на чем акцентировать внимание. Мы с заказчиками не раз проходили упражнения, по которым я просто показывал, что любые продукты, кроме клика, да, там, ну, скажем так, показывал места, которые могут стать закрытой дверью, или там стеной, которую не прошибить, да, то есть я показывал пограничные какие-то варианты использования этих продуктов, и если заказчик говорил мне, ну, что для меня это не граница, я туда никогда не дойду, или вообще не туда пойду, да, вот, то я говорил, ну, ради бога, тогда, значит, у вас есть свобода выбора, а если я ему, как бы, прорисовывал эти границы, причем просто демонстрировал, он говорит, слушай, ну, спасибо, что ты подсветил, да, сэкономил мое время, сэкономил мои деньги, а у вас, что, этих границ нет, да, я ему говорю, ну, смотри, я тебе демонстрирую, как мы наработаем, он говорит, о, классно, все, ты мне быстро показал, почему мы идем именно с тобой, а не со всеми остальными вендорами, да, вот, и, с одной стороны, да, я по-прежнему считаю, что клик, если брать западных вендоров, в этом смысле, задает, как бы, тон и остальным западным вендорам, хотя, другие вендоры пытаются с ним соревноваться по каким-то другим фишкам, по которым клик не считает существенным соревноваться, поэтому, многие вещи мы действительно брали, будем брать из клика, в подтверждении правильности этой стратегии, скажу так, за мой там 10, даже 11-летний опыт работы на рынке с кликом, не побоюсь, может быть, меня там сейчас гнилыми помидорами начнут закидывать заочно, да, но все именно крупные инсталляции, да, крупные, что я имею в виду, это начиная с сотен пользователей, то есть это тысячи, местами десятки тысяч пользователей, использование инструментов интерактивного BI в режиме самообслуживания, то есть не просто там типовые отчеты, там, разработчики пилят, да, остальные пользователи ничего с ним не делают, кроме как смотрят, да, вот именно в режиме самообслуживания, когда максимальное количество предметно ориентированных сотрудников из разных департаментов на какие-то цифры смотрят общие, но еще и отрабатывают кучу своих каких-то гипотез, да, и дальше их обсуждают, да, и претворяют на основе этого обсуждения какие-то новые изменения в своих бизнес-процессах, то вот такие вот массовые инсталляции были только на клике, ни Power BI, ни Tableau, да, то есть есть единичные примеры, но так, что говорить, чтобы это были сотни заказчиков, так есть это у клика, ни у одного другого вендора на рынке российском, по факту нет. Это тоже является подтверждением того, что если и смотреть на какого-то лидера, да, пытаясь копировать какие-то у него вещи, да, то для меня не стоит вопрос, почему клик, да, я как бы часть карт раскрыл, да, вот. С другой стороны, почему я говорю, что нет самоцели копировать клик, да, например, ну, все там, кто, значит, работают, например, да, с западными инструментами, знают, что, например, в отличие от российских вендоров, да, опять же, не буду долго углубляться в технические вещи, да, но если посмотреть на российских вендоров, которые пытаются делать BI чуть-чуть дальше и глубже по функционалу, чем просто какой-то визуализатор, да, готовых витринок, они сталкиваются с тем, что им нужно разрабатывать какой-то движок, да, и, в общем-то, все российские вендоры приходят к тому, чтобы в качестве движка, да, у всех, наверное, разные предпосылки, но по факту мы видим, что все, кто разрабатывает движок, почему-то принимают решение развивать его на базе кого-то хранилища, в виде какой-то базы данных, да, для меня, с одной стороны, это спорный вопрос, потому что все западные вендоры, которые пришли к хорошему результату, упомянутые там же и клик, и Power BI, и тот же табло, как мы видим, они реализовали свои движки с разным функционалом, да, по богатству функционалу и возможностям, но они это делают без хранилища, и хранилище появляется постфактум, где-то уже в каких-то более сложных сценариях, поэтому возникает вопрос, а нужно ли, например, хранилище нам, это как риторический вопрос сейчас, с другой стороны, а почему бы и нет, потому что появление хранилища, но опять же, с умом, да, используя его, оно дает некий дополнительный сценарий, поэтому я здесь, опять же, не раскрывая все ноу-хау, я, например, понимаю, что включение в состав продукта собственного движка, неважно какого виде хранилища, оно потенциально дает возможности дальнейшего развития в тех сценариях, в которых, например, тот же клик испытывает сложности, да, и сейчас, например, там тот же клик, например, на западных заказчиках, начиная с каких-то объемов или с какой-то сложности задач, все равно приходит и говорит к тому, что, ну, что-то мы делаем на своем движке, да, где-то мы работаем вместе с хранилищем, какие-то задачи мы выносим за рамки нашего продукта и делаем только в хранилище, да, поэтому я не замахиваюсь, опять же, сейчас на все эти сценарии, но просто говорю о том, что смотря на тех вендоров, которые собственным лбом, да, проходят те же, там, пробы и ошибки делают и понимают, как должна выстроиться в итоговой архитектура, да, я понимаю, что мы можем этих ошибок в чем-то не допускать, да, уже изначально вводя в конфигурацию своего решения компоненты, которые нам позволят и сейчас решать необходимые задачи и чуть-чуть более спокойно смотреть на будущее, вот как-то так. Правильно ли я тебя услышал, что в каком-то скором времени, а может быть не очень скором времени, рынку стоит ожидать некий пикс ДВХ? Я бы очень аккуратно относился к этому термину. На данный момент мы все-таки BI, несмотря на то, что, ну, это обычно в айтишной сфере принято говорить, ну, как-то, ну, хранилище, если мы там все в хранилище сделаем, нам все равно на каком визуализаторе это визуализировать, поэтому главное хранилище. Я не придерживаюсь этой точки зрения. Моя точка зрения выражается очень просто, что BI это отдельный класс инструментов, да, и если вы делаете хороший BI, то это означает, что вы его можете дать любому предметно-ориентированному пользователю, не технарю, и этот предметно-ориентированный пользователь без дополнительных каких-то инструментов, я имею в виду прыганий там в отдельные какие-то базы данных, использований дополнительных каких-то инструментов там и так далее, должен, не выходя из вашего инструмента, иметь возможность решить задачу от исходных данных, каким бы они ни были, в каких бы источниках ни были, с каким бы качеством они там ни были, да, и довести до отработки там визуальной гипотезы, где он в интерактивном режиме просто понимает правильную гипотезу, неправильную, нужно ли ее развивать. И дальше уже просто исходя из многообразия функционала, который у него есть в платформе, мы говорим, он либо решает тем самым в полном цикле простые задачи, либо средней сложности, либо высокой сложности. Но если мы говорим о отдельном классе задач именно ДВХ, где мы говорим о версионности хранения данных, историчность хранения данных, совершенно необязательно тянуть их в BI. Пусть они хранятся в хранилище, есть инструменты, которые обеспечивают удобное именно хранение и ведение этой всей истории. Понятно, что часть этих исторических срезов может загружаться в BI для выполнения сравнений, например, информации по периодам, для отсаживания какой-то динамики, но это не означает, что тебе нужно тянуть все эти данные в себя и теперь из BI делать вот это вот ДВХ. Поэтому ДВХ остается ДВХ, BI остается BI, но в моем понимании они могут хорошо сочетаться, потому что если мы говорим о том, что мы строим ДВХ, то это сугубо техническая задача, предметникам до нее очень далеко, они пугаются. Более того, мы все прекрасно знаем, что построение нормального ДВХ – это бесконечная тема, начинающаяся от нескольких лет. попытки построить ДВХ в течение полугода-года, как правило, становится неким таким обманом ожиданий заказчика. Поэтому если мы говорим о быстром прототипировании, быстром проработке гипотез, эти вещи должны быть более удобны, чем в ДВХ в виде программирования решаются, это как раз решаются BI-ки. С другой стороны, если мы говорим о том, что было разработано количество прототипов, и какие-то из этих прототипов получили право на дальнейшее существование и развитие, и мы говорим, а теперь их надо растиражировать, например, данные, с которыми мы хотим работать, растиражировать на несколько тысяч или десятков тысяч пользователей, то вполне возможно, что, посмотрев на то, как они были преобразованы в BI-ки, подготовлены в режиме прототипа, целесообразно делать переподготовку и загрузку этих данных, и тиражирование этих данных не в BI-ке, а переложить в хранилище. Пусть себе движок, который лежит там, переваривает их. А в BI-ку уже, опять же, выводят готовые данные, но которые мы не просто, опять же, визуализируем, а на этом уже пуля готовых, доверенных, одинаковых для всех данных, мы начинаем решать сценарии и гипотезы отрабатывать кого-то более высокого уровня. Поэтому я не противопоставляю эти вещи, я просто считаю, что первичным для решения задачи являются сроки ее, поэтому на первое место ставлю BI. Если задача дальше стоит стандартизация некой большого масштабирования или, тем более, переиспользование этих данных, от которых мы увидели ценность в BI-ке, в других каких-то системах, ERP, CRM и прочих каких-то операционных системах, операционного учета, то здесь, безусловно, появляется хранилище, которое становится ядром этой системы синхронизации этих данных, я на поверхностном уровне говорю, но это, опять же, не отменяется на BI-ке. Давай немножко вернемся про ноу-хау, чем же PIX уникален. Можешь прямо конкретно назвать три фичи, топ-3 фичи, которые уникальны для PIX? Слушай, ну, я считаю, что уникальна в целом архитектура, потому что мы, я считаю, идем по правильному направлению, что мы как раз видим BI-ку как цельный инструмент. Вот ровно то, что я проговорил, мы понимаем, что визуализация – это одна часть, но она не самодостаточна. Наличие модели – это вторая часть, и эта модель, собственно, должна сочетаться каким-то образом с визуализацией, а не просто висеть в воздухе, лишь бы она была, потому что разные варианты моделей существуют. И существует то, что обычно принято называть буквами ETL, Extraction Transformation Load, некий процесс подготовки, очистки данных. И он тоже должен как-то сосуществовать, например, с моделью. То есть модель для всех этих трех компонентов является связующим звеном. И как раз развивая этот продукт в этой идеологии, мы понимаем, что и сейчас, и на будущее мы как раз пользователю под его конечную задачу, неважно, какого предметного пользователя, будем давать полноценный инструмент, который будет ему позволять в этом инструменте проходить весь путь исходных данных к визуализации интерактивного исследования. Далеко не каждая BI-ка может похватываться именно всем набором этих компонентов. У кого-то одни представлены, у кого-то другие. Один, да, архитектура или низкий пользовательский путь. Да, да. Дальше, если мы уже вкапываемся в конкретные архитектурные компоненты, например, говорим о визуализации и модели. Кто-то говорит, ну, мне моделька нужна для того, чтобы загрузить несколько табличек из разных источников и просто, чтобы инструмент понимал, как с ним работать. Например, мы идем дальше, да, и это, опять же, не секрет, даже по интерфейсу многие вещи похожи. Мы пытаемся сохранять преемственность, да, чтобы заказчики узнавали что-то знакомое, к тому, к чему они привыкли. Это отображение взаимосвязи в данных. Да, вот то, что там небезызвестно, там, зеленый, серый, белый цвета. Как показала практика, несмотря на мою активную работу и активную работу клика, да, там, в течение 11 лет на рынке, все пользователи активно, как бы, это используют, чувствуют это вот, да, вот это вот. Но, как та собака, которая все понимает, ну, выразить не может словами, да, не могут описать, а вот в чем, как бы, преимущество. Они просто это говорят, слушайте, ну, мы видим в этом инструменте больше, чем в любых других, да. Поэтому наличие этого функционала в Апиксе, мы, как бы, достоверно понимаем, нас очень четко позиционирует от конкурентов, да. Мы сейчас говорим, что наш пользователь, даже на одних и тех же объектах визуализации, которые присутствуют в конкурентах, на одной и той же интерактивной логике взаимодействия с ними, видит по определению больше, потому что мы не просто позволяем рассчитывать показатели, видеть их разными визуально нарисованными способами, но и позволяем видеть в самих данных чуть-чуть больше за счет того, что мы отображаем взаимосвязи. Дальше там, опять же, можно погружаться, например, в объекты визуализации. Ну, давай, третий, да, дадим что-нибудь. Ну, например, объекты визуализации, там, кто-то соревнуется по многообразию, да, ну, мне кажется, там, уже все поиграли в эти соревнования, там, у Пикса больше 400 разных объектов визуализации какие-то входят в пакет, какие-то можно там доставить, там, условно говоря, да. Но вопрос ведь, опять же, заключается ключевой, не сколько у вас объектов визуализации, а что с ними можно делать, да, и главное, кто может делать, кто является вашим пользователем. Если мы откатываемся на шаг назад и говорим, что мы ориентируемся в предметника бизнес-пользователя, не технаря, то это означает, что этот не технарь, беря любой объект визуализации, для отображения своей гипотезы в визуальном виде, должен иметь возможность понять настройки этого объекта визуализации. И тут начинается баланс, да, чем больше настроек, потенциально чем больше гибкость, тем сложнее начинается настройка, потому что мне как минимум эти параметры нужно запомнить, понять, как они друг на друга влияют, там, и так далее. Некоторые вендоры идут, говорят, слушайте, да, если вы дошли там до необходимости дизайна, вот этого вот учета, лезьте в JavaScript, да, там, собственно, да, темы, да, пилите себе, да, но автоматически на вопрос, как бы, заказчика, а можно у вас сделать заказной дизайн? Ну, естественно, все отвечают, можно, да. А правильно задавать этот вопрос, а кто это может сделать, да, кто, собственно, может решать эту задачу? И если эту задачу может решать разработчик-технарь, да, ну, значит, вы сразу говорите, кто является потребителем вашего продукта, да. Мы идем по другой стратегии, мы говорим о том, что настройки в тех продуктах, в тех объектах визуализации, которые входят в комплект поставки PIXBI, они в себе включают огромное количество настроек, но они переведены на язык, понятный бизнес-пользователю, да. И если даже мы говорим, что, например, в организации существует стандартизация по цветовой палитре, да, то мы не говорим, что эту цветовую палитру надо программировать, там, я не знаю, там, в виде CSS-кодирования, да, мы говорим, у нас есть понятие темы, да. Эту тему, там, пусть один раз, может быть, разработчик описал, да, или, там, дизайнер продумал распределение цветов, да, правильные, там, цветовые оттенки подобрал, то дальше эта тема просто применяется в виде стандарта оформления, там, ко всем или к выбранным каким-то приложениям. Поэтому еще раз, наше ключевое отличие сейчас в том, что мы не просто делаем кучу визуализаций, да, разнообразие создаем, но мы даем возможность с этими визуализациями работать бизнес-пользователю именно, да, мы на него ориентируемся. И еще как штрих, да, там, условно говоря, все говорят, а у нас интерактивные объекты визуализации, да, но ведь реально там, что, что видно сейчас на рынке, у всех, например, можно там пощелкать по столбику, ну, вот эти столбчатые диаграммы, да, или линии на диаграмме, там, точечки посмотреть какие-то, да, но ведь у нас же, например, можно и не только так делать, мы же можем по нескольким осям выбирать, мы можем в виде криволинейной фигурки. Кому-то кажется это фишечкой никому не нужным, да, но я обычно говорю, слушайте, ну, ребята, ну, представьте себе просто даже представление, там, например, пузырьковый диаграмм, да, где у вас есть несколько осей, точки как-то разбросаны разными диапазонами. Скажите, пожалуйста, вам как удобнее при большом количестве точек прощелкать по каждой индивидуальной точке, на которой вы хотите сфокусироваться, или, может быть, делать это в индивидуальных каких-то фильтрах еще отдельных объектах, или раз уж вы видите, вот-вот они сконцентрированы здесь, взять их просто лассо обвести и на них сконцентрироваться. Ну, логично, что бизнес-пользователю удобнее действовать по принципу, если я что-то вижу, значит, я на это чем-то хотел бы его захватить и сконцентрироваться. Именно, опять же, в этой идеологии, ориентируя на конечного пользователя-предметника, который понимает суть вопроса, да, они которому говорят, ну, технически же можно по-другому это сделать, да, мы ориентируемся именно на потребителя, которому мы говорим, тебе должно быть удобно, да, с тем, чтобы тратил минимум времени на технику, да, получал максимум преимущества, потраченного времени именно исходя из твоей предметной области. Спасибо, у меня такой вопрос. Смотри, ну, все мы знаем, что есть там западные вендоры, да, у которых, ну, я подозреваю, что тысячи разработчиков, да, они уже, там, может быть, десятилетиями находятся на рынке, да, и мы, как российские вендоры, да, мы, ну, в каких-то аспектах, да, все равно пока еще в догоняющей стороне, да, вот. И случилась специальная военная операция, и многие вендоры ушли, и оставив клиентов, условно, ну, в безвыходной ситуации. Но время прошло, да, время идет, и так называемый параллельный импорт, давай так его называть, по-разному, кто-то этот параллельный импорт из Индии делает, кто-то, да, из Китая, кто-то вешает старый добрый пиратский флаг, да, и под ним плывет. Сейчас мы не будем в эту тему опускаться, но все равно есть возможности продолжить пользоваться иностранным софтом. Вот скажи, по твоему мнению, зачем компании, которые так или иначе могут продолжать пользоваться иностранным софтом, выбирать отечественные решения? Тут тоже многоплановый вопрос. Первый вопрос следующий. Ну, просто даже как не обсуждая сейчас категории того, что мы являемся догоняющими, да, то есть понятно, что заказчики были бы рады использовать российское программное обеспечение, если бы они видели в нем достаточный некий набор функционала, которым они могли бы перекрыть те задачи, которые они решают сейчас в западном софте, да. Это очевидная вещь. И в моем понимании, что люди перестанут использовать западный софт, либо если на уровне государства, ну, если они, собственно, какие-то ограничения есть, которые действуют на эти компании, ну, например, в рамках критически важной инфраструктуры, да, они вынуждены будут прекратить в какой-то момент использовать этот софт, но это скорее такое из-под палки, что называется, да, они бы и не хотели это делать. А те, кто может пытаться этого не делать или, собственно, там, подзаконными актами не обязаны будут этого делать, будут продолжать вот использовать те самые разные пути использования западного софта, пока они будут видеть, что функционал в нем больше, и он им нужен, да, чем функционал у российских вендоров. И с этим можно бороться только, как бы, наращивая функционал в наших продуктах. Это, как бы, одна линия. Другая линия немножко с другой стороны смотрит, такой задает, имеет смысл себе риторический вопрос каждому из заказчиков, ну, вот мы сейчас это используем, да. У нас есть поколение сотрудников, да, которые с этим работают, их это устраивает, они это умеют делать, да. Но по факту, поскольку вендоры-то ушли, они уже ушли не только в смысле, возможно, покупки легальной этих продуктов или поддержки, да, они ушли и в том смысле, что они перестали развивать новые поколения людей, я имею в виду студентов, школьников, да, которые с этими продуктами работают. Да, понятно, что есть как раз нишевые партнеры, которые работают с этими заказчиками, да, там, легальный, нелегальный, там, софт, там, и так далее, и вроде как они сейчас это поддерживают, да, но заказчики, если посмотрят на какую-то долгосрочную перспективу, они для себя четко скажут, ну, хорошо, люди-то не вечные, да, и в этих партнерах, даже если сейчас есть те люди, которые знают кухню, не знаю, там, клика, power.bi, там, табло, неважно, какого-то западного софта, да, а что с ними дальше будет? Они тоже начнут стареть, у них могут меняться жизненные приоритеты, а кто придет им на замену, да, а кто будет учить этих людей на замену, и я не знаю, как оно будет там с рынком, останется ли он в таком же виде сейчас изолированным, да, но изоляция у нас есть со стороны западных вендоров, да, будет ли там изоляция с нашей стороны, да, или как-то какой-то промежуточный вариант будет. Большой риск заключается в том, что уже в перспективе, там, условно говоря, трех-пяти лет, да, то, как я вижу, с какой скоростью там меняется рынок, заказчики, использующие там западные софты, если вот такой же уровень изоляции будет сохраняться, они просто будут констатировать, что там ни среди новых специалистов, приходящих студентов, ни среди новых специалистов, которые имеют возможность пройти какие-то курсы в интернет, не будет просто людей, которые знают эти продукты, и они должны будут либо полагаться на то, что они сами их внутри себя будут учить, да, но это тоже такой рисковый вариант, потому что, опять же, осмысленно работающий там человек, приходя в конкретного заказчика и сталкиваясь с какой-то специфичной, узкоспециализированной вещью, задаст себе вопрос, ну, хорошо, я буду там изучать ее в какое-то время, да, там, может даже зарплату получать по работе, а если я захочу сменить место работы, я что с этим буду делать, да, ну, вот как это сейчас, мы все наслышали там у западных компаний, это не связано там именно с BI, да, но там используются до сих пор там 8-дюймовые дискеты, да, или используется там язык какое-то программирование, которое, ну, собственно, уже никем не используется, и они просто затрудняются найти разработчиков, просто даже не то, чтобы перерабатывать, да, поддерживать это, да, вот это вот такой существенный риск, который должны понимать особенно крупные заказчики, что им команды тех людей, которые сейчас успешно работают с этим продуктом, замещать неким будет, вот, для контраста то, что мы, например, да, в ПИКСе делаем, почему мы это понимаем, мы очень активно работаем как раз с студенческой аудиторией, да, с институтами, с различными консорциумами, стараясь обеспечивать, ну, вот замещение, именно подготовку тех специалистов, да, показываем наш продукт, да, и пытаясь ориентировать на то, чтобы к моменту прихода на предприятие, да, когда они столкнулись с решением конкретных задач, они, и сил у них были, и опыт какой-то, да, и они знали уже конкретный продукт, да, поэтому мы вот как бы работаем и уективно в этом направлении. Слушай, спасибо тебе за твой ответ, я тут хотел, наверное, немножко поменять, да, тон нашего повествования и спросить немножко пару личных вопросов, да, ну, лето же на дворе, вот, и вопрос такой будет двоякий, но под одним зонтом, а вот, вообще, чем ты занимаешься, да, особенно летом, да, любишь ли ты какие-то спортивные истории, особенно там в городе-на-Неве, да, я вот сколько раз был в Питере, и всегда от местных жителей, вот, Нева и какие-то восторженные, вся слава, все там, кто купается, кто там плавает, да, то есть такой, ну, центровая артерия города, да, в отличие от Москвы-реки, когда у нас тоже она есть, но, наверное, она меньше используется местными жителями, вот, какие вообще у тебя планы на это лето, и как-то они скорректированы были от того, что ты пришел в ПИКС? Начну со второго вопроса, да, они, безусловно, были скорректированы, но я думаю, что они были скорректированы бы в любом случае, как для любого человека, который меняет место работы, да, я в ПИКСе с июня месяца, поэтому, собственно, понятно, что вынужден ты первый месяц из большой командной разработки, из большой количеством людей, которые с разработкой не связаны, но связаны с продвижением твоего продукта, не говоря уже, там, о партнерах и заказчиках, да, ты, понятно, что входишь в курс дела, и у тебя все время уходит на это, да, поэтому очевидно, что, скорее, ненормированный режим рабочего дня, назовем это так мягко, вот, и поэтому, естественно, корректировке поддаются все остальные вещи, которые можно отложить приоритетами на второй план. Что касается, там, первого вопроса, да, чем я люблю заниматься, ну, тут у каждого свое, я понимаю, что мой спорт – это такая, так скажу, физическая нагрузка в режиме стайера, да, то есть я не люблю спринтерские такие соревнования, где нужно быстро там выложиться, потом долго дышать, что называется, в попытках отдышаться. Я, наоборот, люблю как-то медленно спуститься с горы, да, и дальше… Встретиться со всем стадом, да? Да, да. Поэтому я предпочитаю длительный, серьезный, утомительный труд, да, особенно вот на фоне, сейчас я говорю, вхождения в новую должность, как я шучу, я говорю, я, в общем-то, каждый вечер, благо есть земельный участок под Питером, вот, я выезжаю на этот участок каждый вечер, сколько бы там времени не оставалось до сна, да, первый час махая лопатой, киркой там или чего, там придется под руку физической нагрузкой, я понимаю, что у меня глазки возвращаются в исходное состояние, да, там, оставшееся время голова начинает снова работать. Ну, вот таким вот образом, работая активно с землей, да, я, как бы, заряжаюсь, и для меня это и спорт, и удовольствие, и хобби. А что, выращиваешь, если не секрет, или пока ничего? А слушай, я косвенно там что-то выращиваю, так, пока это на уровне деревьев, поскольку большой участок, предстоит строительство, в общем, такой подготовительный процесс. А, это только в начале этого пути? Да, да, да. Ну что, надеюсь, может быть, через 3-5 лет, когда ты к нам будешь приезжать, кумать корзинку домашних фруктов, ягод, овощей. Не, ну, в этом смысле, фрукты есть, мы уже там два года как яблочки собираем, сливки есть, малины есть, да. Но пока с растениями, требующими более частого ухода, да, и пригляда, я пока не завязываюсь, потому что невозможно заниматься с ним сразу. Слушай, ну, может быть, какое-нибудь там местное локальное производство, откроешься, как бы, сидр, например, из яблок, да, или, ну, как пойдет, поэтому со следующих визитов ждем какую-то корзинку вкусностей, которую мы можем дать на кухне, хорошо. Московских коллег сможешь побаловать. Вот, и, наверное, заключительный вопрос, да, у тебя, ну, колоссальный опыт, да, на самом деле, и в BI, в частности, вообще, да, там, в IT, в продукте. Что ты можешь посоветовать подрастающему поколению и молодым специалистам, которые вот там увидели, например, наш, да, подкаст, либо побывали на каких-то мероприятиях, увидели, поняли, что такое BI, загорелись. Вот, что бы ты им посоветовал делать? Какие шаги, на твой взгляд, были бы, ну, оптимальными, лучшими, чтобы они из, там, горящих глаз превратились в твердых, крепких профессионалов? По старинке буду говорить, по занудству, да, разложу на несколько шажков там. Первое, нужно обязательно практиковаться, пробовать, потому что только в практике ты приобретаешь какой-то опыт и получаешь выводы о том, имеет ли смысл это продолжать делать или не имеет, или заняться чем-то другим. Во-вторых, у тебя появляется понимание, нравится тебе это или нет, да, потому что здесь очень важно нащупать то, что тебе нравится, потому что, если ты будешь заниматься тем, что тебе нравится, у тебя будут ниоткуда появляться силы, да, энергии, и ты не будешь смотреть на то, сколько ты работаешь, да, там, почему ты работаешь, тебя просто будет радовать то, что ты это делаешь, да, приносишь кому-то еще и пользу. Не стесняться задавать вопросы, да, то есть, самый плохой это вопрос, который не задан, да, С другой стороны, как я говорю, не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы. И продолжая эту мысль, если вам кажется, что вы что-то узнали, какой-то опыт получили, и вы это знаете, проверьте сами себя. Попробуйте эти знания донести до кого-то другого. Попробуйте кого-то научить. И вы почувствуете, что в процессе объяснения кому-то то, что для вас кажется очевидным, оно совершенно будет неочевидным для того, кому вы объясняете. Потому что он начнет задавать вопросы. Первый для вас будет шоком, а почему такие вопросы задает, как он вообще мыслит, чтобы задавать такие вопросы, я же ему все понятно объяснил. Но дальше, в свою очередь, попытка понять, а почему у него такие вопросы возникают, вас натолкнет на мысль, что вы что-то не учли, что-то недорассказали, что-то рассказали не так. И, собственно, за счет этого общения у вас у самого будет совершенно по-другому формироваться картинка, она будет шире. И вот то, что максимально надо стараться набирать, это широту вот этого кругозора. Потому что как раз, например, то, что я активно использую в своей работе, как раз когда ты с заказчиками общаешься, и они тебе формируют свою узкую какую-то задачу, которая является для них болью, и поэтому они на ней акцентируются. Зачастую не попытка решать ее в лоб, в том числе путем разработки того функционала, который они просят, а просто со стороны взглянуть на нее по-другому и сказать, слушайте, ну вот не именно так, как вы хотите, но мы можем вам готовым функционалам предложить вот это, вот это, вот это. Это решит вашу проблему. И когда они понимают, что можно не ввязываться в разработку функционала, а просто по-другому подойти к этому снаряду и решить эту проблему быстрее и с наименьшими затратами, они тебе говорят как минимум спасибо, ровно потому, что ты им как бы сэкономил кучу времени и сил. Спасибо тебе огромное, да, вот мне лично очень понравилось, да, и очень интересно. Лично я там провел время, надеюсь, ты тоже. Я призываю всех наших слушателей, потому что вы можете посмотреть это на виде подкаста аудио, да, и всех наших зрителей ставить лайки, там, пробивать колокола, все что там, все эти атрибуты, да, всех социальных сетей. И самое главное, оставляйте вопросы, пишите, как же вам наш выпуск, интересно ли вам слушать Сергея, что бы еще вы хотели бы, что, чтобы он рассказал. Если накопится достаточное количество вопросов, там, или комментариев, в первую очередь мы, конечно, Сергея попросим подключиться к этой дискуссии, может быть, лично что-то ответить, но если действительно мы увидим какую-то активность, то мы, может быть, и вторую серию сделаем, уже опираясь на ваши вопросы, поэтому не стесняйтесь, пишите, комментируйте, делитесь этим видео со всеми, с кем только можно. Сергей, от меня лично огромное спасибо, что нашел все-таки время, да, в своем очень плотном графике пообщаться на интересующие нас темы. Еще раз повторю, мне лично очень понравилось, надеюсь, зрителям, слушателям понравится как минимум так же, как и мне, может быть, даже больше. Спасибо тебе огромное. Спасибо тоже огромное. Надеюсь, что это действительно было интересно нашим слушателям. Я даже не сомневаюсь, но мы по обратной связи точно это узнаем. Все, спасибо, коллеги. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok